Приветствуем, друзья! Смотрите «Холодильные новости» за понедельник 24-6-2024 на нашем канале. Riden запускает новое мобильное приложение. Ярославский бройлер расширит производственные мощности. Логистический и оптово-розничный центр за 18 миллиардов рублей появится в Крыму. Строительство ледовой арены планируется в Амурской области. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Новости в Тее. Riden запускает новое мобильное приложение. Компания Riden рада сообщить о запуске нового мобильного приложения, которое создано для удобства пользователей электронного магазина. Приложение предоставляет ряд полезных функций, упрощающих процесс взаимодействия с продукцией и сервисами компании. С помощью мобильного приложения Riden пользователи смогут отслеживать текущие статусы заказов и просматривать ИИ. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Ярославский бройлер расширит производственные мощности. АО «Ярославский бройлер» планирует реализовать в Рыбинском районе два инвестиционных проекта стоимостью от Динеллы 30 миллиардов рублей. Об этом было заявлено на Петербургском международном экономическом форуме. К 2028 году на предприятии будут построены четыре птичника для выращивания цыплят-бройлеров и две новые площадки с хранилищами силоса и зерносушилками. Возможность приема. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Третья новость сегодня. Логистический и оптово-розничный центр за 18 миллиардов рублей появится в Крыму. Банк Крыма РНКБ входит в группу ВТБ, и Холдинг IC Group заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 18 миллиардов рублей в рамках Петербургского международного экономического форума. Проект включает строительство логистического комплекса и оптово-розничного центра в Республике Крым. Логистический. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Строительство ледовой арены планируется в Амурской области. В Амурской области, в Белогорске, стартовали работы по строительству ледового спортивного объекта «Белогорск-арена». В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, включая планирование и очистку территории. Об этом сообщила заместитель начальника отдела территориального планирования и градостроительной деятельности Светлана Тярина. Этот объект вклю. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.